всем привет сегодня попытаемся установить php фреймворк нового среди нашим в нашем окружении windows 10 и среди разработки xamp для этого нам понадобится компостер менеджер зависимости которые необходимо скачать при помощи инсталлятора установить также понадобится среда разработки xamp здесь вариантов скачивания несколько можно установить также через инсталлятор ну поскольку xamp теперь поддерживает версию php 7 мне нравятся переносимые версии поэтому я для себя скачал с поддержкой php 7 также можно скачать при помощи инсталлятора или при помощи переносимой версии 7 08 включенном php 7 08 выбираем нужный нам архив распаковываем так я спаковал для себя на диск d после установки необходимо будет в дополнительных параметрах системы переменных среды указать в пав пути до компостера и до php интерпретатора для того чтобы система знала где они установлены и перезагрузить компьютер также нам понадобится сам фреймворк на сегодняшний день существует в репозитории 4 варианта сборки фреймворка непосредственно сам фреймворк версии 3 фреймворк нового это новое название бывшего фреймворка simple mvc версия 3 где репозитория называется фреймворк также существует непосредственно само ядро приложение на базе фреймворка без включенных дополнительных модулей и приложение с включенными модулями которые мы будем сегодня пытаться установить у этого фреймворка довольно неплохая документация будем ставить версию 4 который сейчас находится в стадии уже при альфа согласно документации для установки нам необходимо выполнить дать команду композеру что мы сейчас и сделаем переходим наш сам папочку ищи docs и выполняем эту команду назовем наш проект скажем mv4.dev и запустим на выполнение необходимо немного подождать пока композер проверит все пакеты и скопирует их для нас поскольку предварительно я уже пытался устанавливать этот фреймворк композер взял все пакеты из кэша в реальности он загрузит их по новой как видим появилась папочка нова 4dev и следующим шагом нам необходимо в файле хост прописать наш проект этого достаточно добавить две такие строчки далее нам необходимо настроить виртуальный хост для работы с нашим проектом у разработчиков есть документация документация можно скопировать отсюда можно скопировать с настройки виртуальных хостов из примера которые идут к сампам необходимо обратить только внимание на один факт папочка паблик должна ссылаться где находиться общий доступный ресурс поскольку мы скачивали при помощи компостера это произошло автоматически нашем проекте если вы будете скачивать вручную при помощи допустим zip архива вам необходимо будет распаковать согласно этих правил теперь мы можем набрать в адрес строке адрес нашего проекта для того чтобы проект заработал необходимо запустить сам к самп но прежде чем мы мы запустим проект нам необходимо внести еще некоторые изменения наши конференционные файлы к сампам и окружение у разработчиков на этот счет также есть рекомендации во-первых версия печки должна быть не менее 5 и 5 поскольку оставил 7 этим требованием она устраивает также необходимо раскомментировать некоторые расширения частности эти три расширения в нашем файле таки PHP INI это необходимые требования для того чтобы не появлялись ошибки что мы сейчас и сделаем поскольку мы не будем использовать пока SSL это расширение пока раскомментировать не будем оставим сохраняем теперь можем запускать наш к самп теперь можем запускать наш проект как видим проект заработал для того чтобы он заработал полностью необходимо внести некоторые правки в конфигурацию проекта для этого давайте сразу создадим проект я использую обычно мой любимый PHP STORM указываем место расположения нашего проекта указываем что это наш проект я использую в данном случае поскольку ставил предварительно существующий сервер вам нужно необходимо будет добавить новое открываем файл конфигурации и меняем наш на наше название сохраняемся перезаживаем проект как видим ничего не изменилось но в данном случае будет работать проект полностью также можно настроить все остальные параметры настройка самого всего проекта рассмотрим чуть попозже если у вас возникнут вопросы по фреймворку всегда можно обратиться к разработчикам при помощи чата здесь есть две ветки для пользователей фреймворка и по работе и улучшению самого фреймворка разработчики лаки киборг и дэвид кар всегда ответят вам помогут как видим здесь бывают довольно интересные жаркие дискуссии и так до следующей встречи и и и и